приветствую вас мои драгоценные на нарративном раскладе сегодня у нас с вами будет тема тайна его чувств к тебе и увидите да я выбрала такую колоду хоть и маленькую но удаленькую таро страны теней и еще не удержалась все-таки заказала себе зомби таро и из game systems но увидели наверняка эту колоду много у кого она есть и мне она почему-то нравится да я так понимаю что у меня публика до достаточно интеллектуальная ироничная не думаю что вы тоже такие изображения способны воспринимать довольно спокойно может метафорами работает вот поэтому жду скоро она у меня тут тоже в кадре появится некоторые колоды есть доступе некоторые из-за того что логистика между странами нарушена стоит как-то запредельно да как крыло самолета но я все-таки вот нашла скоро думаю что она будет у меня вот еще кто-то меня в комментариях на днях спрашивал как меня можно отблагодарить из сша не знаю честно говоря как вам помочь то у меня указаны координаты моей карты карта российская можно ли на нее отправлять из-за границы сомневаюсь кто-то помню пытался мне из европы отправлять там комиссия какая-то тоже баснословная в общем не знаю то что вы пытаетесь меня благодарить это уже для меня очень приятно если есть такая возможность и вы как-то это придумаете как это сделать то реквизиты мои указаны в описании и спасибо огромное всем тем кто уже помог моему каналу очень для меня это ценно и и так ну что ж сегодня у нас будет тема до тайны его чувств к тебе ну и вот колода страны теней поскольку моего теневые какие-то стороны тоже будем рассматривать как раз нам в этом поможет и так для начала давайте посмотрим для кого расклад как вы рисуете сейчас вы ваш загаданный человек и что происходит сейчас между вами королева кубков у нас человек который наверное способен войти в положение практически любого другого человека да вам знакомо они понаслышке слова эмпатия вы даже вот как такая крайность можете оправдать почти любого человека вас еще и сейчас характеризует какое-то такое состояние очень романтичное может быть состояние влюбленности вот прям вот да хочется петь вокруг вас создается такая определенная какая-то атмосфера либо это вообще вам свойственно либо в моменте да особенно если вы представительница водной стихии но даже не в этом суть суть в том что вы сейчас как-то очень я так тонко деликатно настроены что вот вы какие-то вот самые такие микро колебания воздуха улавливаете очень хорошо считываете что хотят люди которые рядом с вами находятся это не обязательно значит что вы сразу бежите исполнять все то что они хотят но вы их очень хорошо сканируете понимаете и определяете их чувства и эмоции влюбленность может быть вполне себе ваш загаданный человек что его сейчас характеризует после но это человек в какой-то степени заложник своей зоны комфорта так называемой да это человек который не любит может быть нарушать какие-то привычные установки да всегда выберет находиться в каком-то предсказуемом сценарии в каком-то знакомом уже режиме его дня то есть это человек который может быть даже понимает уже что это ему в каком-то смысле даже может быть во вред но вот он почему-то да вот выбирает для себя может быть такое предсказуемое неблагополучие нежели попытку рискнуть и переместиться в какие-то более выгодные обстоятельства но дело в том что для него выгодные обстоятельства это вот какая-то вот такая фантазия абстракция да а вот это вот его мисочка с едой любимый диван знакомая работа скучная но очень хорошо изученная то ли поперек общения с друзьями вот это для него сейчас то что он выбирает что между вами ну а между вами королева жезлов вот как раз может быть и первый ответ на вопрос нашего сегодняшнего расклада нашей темы тайна его чувств к тебе между вами может быть вполне находится еще кто-то другая женщина очень может быть причем женщина в энергиях королевы жезлов это женщина которая может и оказывать на него какое-то влияние хотя бы пытаться это делать женщина которая не готова может быть от него отказаться это может быть женщина из его прошлого и этот человек который очень хотел бы чтобы его жизнь все было так спокойно размеренно предсказуемо она вносит вот какое-то такое оживление беспокойство и вот эти вот выпученные глаза котика вот эти вот пустые но испуганные да они может быть еще связаны с тем что это какой-то такой вот запредельный уровень энергии которую он даже не способен выдерживать опять же дальше посмотрим да конкретно или эта женщина которая между вами или это ваша часть эмоций и ваша часть энергии вот силы и с напором которых он сейчас не справляется это определенно страсть но вот будем дальше смотреть куда кому и почему и так для начала давайте посмотрим как вы воспринимаете то что между вами сейчас происходит на явном уровне как вы воспринимаете то что между вами на явном уровне то что считывается считывается знаете какая-то печаль скулка какие-то неоправданные надежды разрушенные может быть ожидания при том что есть влюбленность но необходимость терпеть пережидать надеяться что из этих ваших чувств что-то там разовьется что-то из этой истории получится но в основном вот такая ведущая такая флагманская эмоция это именно печаль и пессимизм да может быть эта печаль в каком-то смысле периодически принимает форму светлой печали да как-то окрашивается какие-то более радостные радужные тона но потом вы опять понимаете что вы как будто бы не способны влиять на ситуацию да и вы вынуждены ждать чем все это закончится то есть сейчас скорее всего такое вот унылое я бы даже сказала тягомотное бездействие которое теплится и держится за счет влюбленности как на явном уровне ваши отношения воспринимает загаданный человек на внешнем плане как ему кажется что между вами ой ну тут сразу вот у нас получилось да что история про человека который совершенно не любит делать каких-то резких телодвижений это человек который любит удовольствие такие довольно поверхностные довольно легкомысленные которые не потребуют от него каких-то больших усилий да тройка кубков это именно указание может быть на какие-то любовные треугольники адюльтеры какие-то такие вот связи где человек как будто бы совсем и не с кем это человек который всегда выберет спокойствие баланс умеренность размеренность равновесие какое-то да и очень рьяно будет защищать вот пожалуй единственное где он способен проявить свою активность как это в попытке донести чтобы его не потревожили или оставили его в покое да да человек который вот этот свой выстроенный такой очень замкнутый закрытый мир очень уберегает вот поэтому он как видит да что если между вами вдруг случается возможность встретиться увидеться провести приятно время особенно если это касается сексуального подтекста он с удовольствием на это откликается он понимает что это каким-то образом его заряжает наполняет его ресурсами до приводит какое-то гармоничное состояние но дальше он опять уходит в эту оборону своего мира опять же да прислушивайтесь кому вся эта история откликается теперь давайте спросим а что вы скрываете от этого человека вот в чем вы ему не готовы признаваться что вы может быть как-то ощущаете осознаете может быть даже про ваши отношения но ему не показываете вот карта в подсознание да то что скрыто что скрыто во всеми силами пытаетесь скрыть от него что вот та любовь тот запал то искр которая была в самом начале она прошла знаете это похоже на такой вот какую-то гальванизацию или как реанимацию человека который уже находится в состоянии несовместимым с жизнью давайте назовем это так это какие-то попытки через эту вот влюбленность как будто бы придавать какие-то импульсы периодически но вы боитесь этому человеку признаться что у вас в его сторону уже больше инерция привычка думать о нем привычка проявляться как-то на автопилоте с ним коммуницировать вот вам не нравится самой этой ситуации да вы бы предпочли чтобы из этой истории развилась действительно к это страстная любовь но у вас есть такое подозрение вы его скрываете что вот этот шанс и какой-то идеальный момент чтобы из этой истории действительно что-то получилось был безвозвратно упущен вы это не хотите и не готовы ему показывать вроде как я буду с тобой общаться я буду откликаться да но я это делаю просто потому что ну в конце концов сколько мы ждали да по этой семерке пентакли ну не бросать что он скрывает от вас очень переживает что вы об этом либо догадаетесь либо узнаете либо он сам проговорится что он скрывает от вас про ваши отношения про вас может быть но вот смотрите вы друг от друга скрываете при этом испытываете примерно одно и то же да вот он чувствует что но это отношение которые уже приняли какую-то такую болезненную вяло текущую форму до между вами уже возникли какие-то не единожды недомолвки невозможность прояснить какие-то сложные ситуации недопонимания но еще конечно вы каждый сам по себе барахтаетесь в каком-то своем иллюзорном мире и у вас нет возможности открыто друг другу проговорить то что между вами происходит может быть на самом деле никто такой цели и не преследует да ну в конце концов у вас же не психотерапевтическое общение общение простых обычных нормальных людей у вас нет задачи терапевтировать друг друга до докапываться до какой-то сути вещей поэтому вы каждый сохраняя какое-то иллюзорное представление о другом о партнере как будто бы не проверяете не подтверждаете эти свои догадки и поэтому получается что каждый из вас на что-то обижен но так и не высказал эту претензию вслух ну и при этом ощущает что да как будто бы отношения зашли в тупик вот пауза какой-то провис охлаждение да и вот такое есть ощущение что как будто бы из этой ямы не выбраться теперь давайте спросим у вселенной а как видится вселенной а какие на самом деле перспективы давайте знаете что вот королеву жезлов проверим это кто потому что она тут нас то ли метафорически показывает какую-то периодически возникающую страсть между вами либо это конкретный человек да кто это королева жезлов что она означает нет это страсть между вами да однозначно это туз жезлов это память о том на какой эмоции мощной на каком градусе вы с этим человеком притянулись друг другу ну раз страсть между вами в общем-то периодически вспыхивает хотя бы в ваших фантазиях давайте узнаем да что ждет вас и ваши отношения в будущем каковы перспективы что сейчас от вас скрыта но вселенная коллективная бессознательный высший разум нам это сейчас приоткроет что вас ждет так ну тут вам такое послание смотрите если вы будете каждый со своей стороны продолжать вести себя как гедонист как эгоцентрик до который ищет в партнере удовлетворение своих потребностей и не готов ему ничего отдавать то отношения будут продолжаться в этом же формате который больше приносит чувство какой-то отягощенности нежели какой-то радости но еще скорее всего пока вы вот этого пажа мечей не призовете к оружию да когда вы не сойдетесь не произнесете это сакраментальная к барьеру да и не выскажите не выявите что на самом деле у вас за претензии друг другу в между вами вот этот застывший замороженный конфликт будет продолжать изнутри подтачивать и разрушать ваши отношения то есть посмотрите про будущее ситуация такая если каждый из вас будет продолжать конкурировать за получение ресурса то отношения закончатся чувством неудовлетворенности и состоянием тяжести давайте возьмем персонально совет для вас что вам делать в этой ситуации тут был общий совет да теперь давайте спросим а вам что делать как реагировать может быть на это послание какая-то подсказка от вселенной а вам что делать вам ничего не делать ни в коем случае да потому что вы императрица ну вероятно вы со своей стороны что-то уже сделали а еще тут смотрите какое важное послание есть высказывать претензии тоже в общем то нужно уметь желательно это делать так чтобы донося до партнера свои какие-то отчаяния ожидания не ранить его самолюбие и ни в коем случае за его счет не самоутверждаться не обесценивать его не принижать его самооценку ну то есть у вас как в императрице достаточно этой мудрости поэтому тут наверное вам и совет никакой не нужен еще конечно эта карта которая говорит о том что всему свое время это что должно родиться и в прямом и в переносном метафорическом смысле обязательно произойдет поэтому наполняйте себя продолжайте жить этой наполненной жизнью императрицы да принимайте блага будьте тоже благосклонны будьте великодушны ну и в этом случае все что вы хотите вы обязательно получите если вас интересует конкретно этот человек да вы видите в каком он находится сейчас положение может быть это какая-то сиюминутная невозможность действовать без ресурсность поэтому сейчас нужно просто занять позицию мудрую в какой-то степени созидательную ну и продолжать жить полной жизнью ни в чем себе не отказывать ну что ж мои любимые вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему тайна его чувств к тебе поделитесь как вам это все пришлось ли по душе огромное спасибо вам за донаты за финансовую поддержку моего канала за лайки за прекрасные комментарии очень умные вдумчивые душевные благодарю вас за оформление подписки личные расклады я тоже делаю до индивидуальной консультации можете написать мне вконтакте или по почте я расскажу на каких условиях это можно организовать благодарю вас мои милые что вы нашли время и были эти несколько вместе со мной я вас очень люблю и обнимаю берегите пожалуйста себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад